Девушки отдыхают 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 года больше повышения не будет ну честно говоря посмотрим потому что это девятипроцентный рост который был сейчас он сильно ударят по карману потребителям но ресурсоснабжающей организации по факту от этого денег не получают потому что весь рост съедают поставщики топлива например рост цен на мазут до двух раз в этом году на каменный уголь до 40 процентов рост поэтому ощущают только потребители этот рост цен смотрите мы сейчас про это говорим да 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 а то есть получается ситуация такая же примерно как вот мы постоянно обсуждаем с общественным транспортом то есть вроде бы стоимость проезда поднялась но одни не заработали а у других из кармана достали то есть тут получается точно в плане качества обслуживания все равно как-то ожидаешь что если у тебя подняли сцены соответственно ты за это должен хоть что-то получить получается что и роста качества услуг мы также не видим я думаю что все прекрасно знают историю которая ежегодно повторяется летом это проблема горячей водой то есть люди месяцами сидят без горячей воды и никакого уменьшения аварийность мы не видим как нам обещали несколько лет назад когда подписывали консессионное соглашение по городу киров но вообще в принципе так вот если посмотреть на цифры которые ктк дает вроде бы казалось бы что объемы именно я не знаю как это назвать то правильно вот количество до километры от ремонтированных общая протяженность замененных трасс вроде бы как растет то есть должно бы стать получше вопрос опять наверное когда мы это на себе ощутим мы сами понимаем что лакмусовая бумажка это сам потребитель то есть если потребитель несколько месяцев сидит горячей воды как про моем доме да там с апреля по октябрь и не было как бы понятно хоть сколько цифр нам покажи там 30 там 30 50 100 500 километров поменяли от этого как бы легче не становится тут любопытная андрей инициатива появилась под конец года и вы безусловно в курсе этой идеи я считаю популисткой конечно абсолютно хочется услышать вашу оценку это инициатива о привязке тарифов жкх к платежеспособности россиян да есть такая идея да как вы оцениваете ее ну пока что-то сложно говорить потому что надо видеть итоговый закон как мы знаем те законопроекты которые вносятся в государственную думу они могут противопевать значительные изменения ко второму к третьему чтению поэтому пока я бы на них не стал ориентироваться потому что больше это такое пока заявление но если так привязывать к доходам то мы вообще можем мы столкнуться с такой ситуацией что тарифы не должны расти да или их рост будет компенсироваться практически полностью бюджет мне кажется просто те кто предлагает не в одном бюджете столько денег нет вот те кто предлагает эту инициативу мне кажется немножко оторваны от действительности и не совсем себе представляют уровень реальный уровень зарплату регионов популизмом то попахивает да хотя было бы хорошо если бы нам сказали плати сколько хочешь нет плати сколько можешь да плати сколько можешь джкх деньги положить в эту карточку можешь 10 тысяч 10 тысяч плати можешь тысячу ну тысячу заплати и на том спасибо насколько вообще говоря пугают немножко другие законопроекты давайте например ну например то что планируется передать фонду капитального ремонта полномочия по закупке материалов на проведение капитального ремонта не подрядчики там не будут эти материалы покупать а фонд будет централизовано там например тут купила 100 кубов досок тут там три тонны металла да там просто стилок на крышу там куда-то еще цемент а подрядчики будут использовать так называемый давальческий материал то есть ну как бы готовый уже материал вот фонда и его использовать в работе то есть где-то будет сохраниться у кого закупаться они будет ли тут каких-то аффилированных компаний кто будет отвечать по ну за эти материалы за качество этих материалов течение гарантийного пятилетнего срока но у меня тут еще вопросы по срокам когда это будет делаться фонд капремонта не может совладать с заключением контрактов по срокам а уж с закупками с выполнением работ которые выполняет не он но по фонду капитального ремонта это можно говорить долго я лишь скажу что-то новое это вот например у меня будет в январе 3 заседание по иску к правительству кировской области где участвует фонд капитального ремонта министерства энергетики жкх а где я хочу признать а программу капитального ремонта по простому говоря незаконной потому что по ряду многоквартирных домов том числе по моему были сдвинуты сроки на более позднее а безрешение общего собрания это делать сроки не надо да и эта проблема массовая но к сожалению ни одной судебной практике в кирове и кировской области пока еще нет а вот я надеюсь что такая практика будет потому что при другом подходе получается что вы будете платить бесконечно правительство и фонд капитального ремонта будут произвольно без согласования собственниками увеличивать сроки то есть их удлинять да например был капремонт крыши запланирован на 35 год а стал на 50 вы доплатили до 50 они сдвинули на 70 то есть этого быть не должно изначально когда эти сроки были установлены было запланировано что таки это года должны быть проведены капитальные ремонты вот это очень важный момент на который сейчас мало кто обращает внимание но рано или поздно жители с этим столкнуться но когда они с этим столкнуться будет уже поздно уже сроки будут сдвинуты и поэтому этот вопрос надо решать именно сейчас так как я думаю что мы более подробно после решения областного суда мы еще поговорим андрей чего чего добываетесь то конкретно не совсем поняла все первоначальные сроки которые были изначально чтобы сроки чтобы сроки строго соблюдались вот было раз заявлено такой тогда временной промежуток пусть он остается таким и ни в коем случае не не меняется да да чтобы правительство кировской области пересмотрела программу капитального ремонта и установила изначально сроки которые были установлены в программе они те которые они меняют практически каждый год увеличил путем внесения изменений в эту программу а андрей вот вы сказали что по кировской области да не было каких-то прецедентов а в других регионах что-то подобное было если вообще там где-то из-за других регионах эта проблема однозначная практика однозначно практика где суды ссылаются на 168 статью жилищного кодекса где указано что без решения общего собрания собственников увеличение сроков капитального ремонта запрещаются вот напрямую прямо написано в этом кодексе а вот поэтому я думаю что и в нашем и в нашем регионе такая практика в январе появится андрей еще с точки зрения как изменились отношения в 2022 году собственников и управляющих компаний обслуживающих организаций улучшилось ли вообще это взаимодействие удается ли решать вопросы более оперативно более точечно накануне мы общались с главой администрации города кирович словом симаковым он отметил такой факт что введение этого моратория который мы знаем данной проверки расслабило управляющие компании очень они неохотно выполняют свои прямые обязанности вы наблюдаете нечто подобное по своей практике да я бы сказал что это не только расслабило управляющие компании это расслабило и ресурсоснабжающие организации это тоже попали под этот мораторий к счастью этот мораторий закончился это сейчас проводятся проверки вот внеплановые да то есть по обращениям гражданам ну и других заинтересованных лиц но опять же вот есть еще одна инициатива которая встроена в стратегию развития жкх которая утверждена на федеральном уровне это введение так называемых гарантирующих управляющих организаций что это значит да и законопроект уже практически готов которые предусматривают что эта организация будут передаваться дома которые не выбрали там способ управления или управляющие компании отказались эти от этих домов ну или там срок договора управления истек ну как мы понимаем это такие дома не особо благополучно это самый проблемный да как принято считать жилой фонд и эти дома будут закреплены за данными организациями как минимум на пять лет и эти управляющие компании будут получать определенные субсидии и дотации бюджета на на поддержание в исправном состоянии дома вот там тоже есть очень много вопросов к этому законопроекту в том числе планируется что управляющие компании должны будут иметь определенный штат уставный капитал технику но мы понимаем что если так будет то вопросы будут решаться не так как сейчас тот кто придет в управляющую компанию и перекричит ее руководителя вот поэтому к сожалению мы выходим но не мы а законодатель которые предлагают такие инициативы немножко другой меняю тренд да немножко перекос идет опять же в сторону администрирования с большим участием органов контроля и надзора вот от этого наоборот надо как раз уходить а вот политика немножко другая в этом плане а вот смотрите что касается да что касается управляющих компаний их число с каждым годом в областном центре растет и сейчас порядка у нас 120 там если не ошибаюсь на и хоть казалось бы рынок все насыщенный и насыщенный становится да есть из чего выбрать вроде как они конкурировать должны да за своих клиентов за потребителей улучшать тем самым качество обслуживания но этого почему-то по большому счету не происходит или ошибаюсь где-то происходит происходит где-то происходит то есть вот мы например на своем инквартируем доме там три года назад это выбрали другую управляющую компанию и разницу мы видим то есть если управлять компания кому-то не нравится не выполняет там обязательства то я напомню ради чем не будет что в любое время можно ее поменять или изменить способ управления например на тсж на товарищество собственников же я не надо стоять на вопросами дома но многие не хотят просто брать на себя такую ответственность считаю что работы у них очень-очень добавится на рынке управляющей компании в городе кирилл я скажу что есть управляющие компании которые работают единственно вопрос остается всегда для любой управляющей компании это вопрос контроля со стороны собственников то есть какая она не была бы хорошая как хорошо бы она не работала если не будет контроля то то результат будет одинаковым андрей спасибо за общение с нами андрей воробьев член из полкома ассоциации юристов россии эксперт в сфере жкх на популярное сообщество в соцсетях существует у нас городе это жкх на вятке вот непосредственно андрей там многие темы комментирует и инициирует у нас остается сколько до небольшого перерывчика 8 8 минут у нас сейчас будет тема полегче да если можно так ее охарактеризовать по крайней мере напрямую не влияющая на жизнь обычных людей ну как это ну как психологическое состояние а приятные эмоции впечатления но мы про кино и сейчас будем говорить да у тебя компьютера дома нет а компьютеры есть есть безусловно компьютеры да конечно с менеджером кинопроката содружества кинотеатров смены и дружбы мы сейчас будем связываться александром сухаревым но я повторюсь я не слежу давно уже за новинками кино вообще зачастую не понимаю что там происходит кто что новое снял какие сейчас темы популярны я слежу еще за сериалами а вот с кино у меня кино стали очень длинные то есть это в среднем за два часа хронометраж ну вообще стандарт существуют кинофильмы это видимо еще голливудский какой-то стандарт 90 минут полтора часа ты в 2022 сейчас в 2002 ну может я отстал в 2002 возможно 90 вот извини да я забыл эту ремарку внести я остаюсь на протяжении уже долгих лет поклонникам зарубежного кино конца девяностых двухтысячных я периодически эти фильмы пересматриваю выходят многие фильмы за два часа хронометраж и вот я не просто мне негде выделить время вот чтобы сесть и вот эти вот два два двадцать сесть и посмотреть поэтому обычно это сериалы 42 минуты как правило там средняя серия там тоже стандарт существует 42 минуты попроще чем два часа сериалами в последнее время они получили очень большое распространение всевозможные эти площадки столько этих студий стало которые сериалы снимают и постоянно идут анонсы и в интернете ты постоянно видишь да это вот видимо то что заходит сейчас на публику в том числе наверное играет свою роль вот эта усталость от большого формата такого возможно но из тех фильмов которые я по крайней мере смотрела за последние там два-три года сериалы мне попадались интереснее скажем так все время полный интереснее и интереснее становится ну как мне кажется то есть фильмах все реже и реже удается найти что-то стоящее александр сухарев у нас на связи менеджер кинопрокат содружества кинотеатров смена и дружба александр мы в прямом эфире добрый день добрый добрый да с наступающим новым годом ну давайте традиционно в преддверии новогодних каникул предупредим наших слушателей и зрителей что можно новенького сейчас и желательно с новогодней тематикой посмотреть ну и те цена да ну смотрите у нас нынче год вообще какой-то прям детки детки и семейные семейные так получилось соответственно больше всего вот именно таких фильмов получается что в этом году мы смотрим иван царевич и серый волк мультфильм возрастное ограничение 6 плюс продолжение уже пятая часть мультфильм полюбившийся уже мне кажется схему уже наверное даже как говорится взрослого которые сами ходили на этот фильм уже наверное ведут детей в кинотеатры поэтому приходите без проблем следующие у нас значит прекрасные произведения чук и гек основанная на одноименном уже литературном произведении так слова сказать что там а чука и гека прямо оригинала не сильно и много но вот это больше такая семейная сказка приключения также дозрастное ограничение 6 плюс милости просим хороший фильм действительно 3 снова семейный вот куда от них деваться и ну на мой взгляд это здорово чебурашка посмотрим полностью также 6 плюс ограничения наш замечательный герой можно даже сказать своеобразный бетховен только уже на наш лад в сочинских красивейших декорациях тепло море дендрарий прекрасный все снято там после нашей зимы глаз радуется но новогодняя тематика здорово и еще есть один фильм даже два на самом деле они уже для аудитории постарше это мира фантастические фантастический семейный фильм уже 12 плюс возрастное ограничение у него рассказывает о том как девочка так глубоко не буду прямо рассказывать чтобы не не терять ощущение праздника в кино но вся смысл в том что девочка помогает космонавту папе своему на при нештатной ситуации на международной космической станции вот ничего вот да то есть он интересный там много фантастики если кто-то ожидает там увидеть science fiction дата вряд ли вы там прям документальный фильм сможете увидеть нет это в основном фантастика то есть там много фантастики много всяких действий которые странно но тем не менее и непослушных два уже тоже давненько идет в кино получается фильм связанный с православием с церковью комедия хорошая веселая легкая милости просим православная комедия так сейчас осторожно да спасибо александр что возрастные ограничения указываете тем самым не заставляете нас там переживать а что в этом году не будет там не за двести восьмидесятой части елок каких-нибудь елки идут они просто я почему они они идут уже с первого декабря они остаются данный новый год елки девятая кто еще не успел посмотреть я не знаю если такие люди какие какие девятые девятые я полагаю лет я полагаю лет через 20 мы будем с вами александр общаться в прямом эфире елки 29 елки 29 елки 29 но да в принципе вполне себе хотя они обновили проект не знают они обновили актерский состав съел также на 12 плюс ограничения елки значит обновили актерский состав сейчас там нет урганта нет светлакова зато есть и другие актеры и ну на мой взгляд они были такую очень хорошую свежую струю и мне лично очень понравилось александр как в целом год завершается что с потоком зрителей в этом году у нас же задача импортозамещение тоже в киноиндустрии тоже начать активно делать да мы очень сильно переживали на самом деле когда 24 февраля вдруг все заявили что россии больше не работают да что голливудские студии уходят был период когда нам было очень тяжело это был период лета когда зритель еще не привык да и не было особо выходов российских фильмов да а голливуда уже тоже нет и вот мы прям сильно сильно переживали эти но ничего выжили пережили и сейчас поток не сказать что восстановился на сто процентов конечно потери у нас есть естественно кинематограф он такой если не охватывает всех то собственно говоря ты на этом теряешь но сейчас нормально то есть зрительский интерес есть этот год показал что во первых зрители смотрит российское кино да то есть если раньше было прямо убеждение что российское кино это такое промежутки между двумя голливудскими блокбастерами да александр прошу прощения мало времени у нас остается те цифры которые называли да вот 300 фильмов в год российская киноиндустрия должна поставлять 60 из них должны стать блокбастерами вот на ваш взгляд реально слушайте вполне реально самое главное чтобы у продюсеров и собственно говоря финансистов да вот всех ребят был интерес именно выпустить хороший фильм и окупиться не просто выпустить фильм какой-то да а именно чтобы он окупался чтобы он был интересен зрителям потому что понятно что мы можем же наснимать как бы кучу всего да в караке виражах по 30 минут и на них никто не придет вот но влить в них кучу денег и все равно никто не придет а вот если сделать что-то как это делает допустим моя любимая yellow black and white да студия то собственно говоря почему нет это вполне реально да александр спасибо за анализ и за анонс благодарим времени к сожалению у нас нет на общение больше александр сухарев менеджер кинопроката сотружества кинотеатров смена и дружба после небольшой паузы поговорим уже о безопасности в новогодние праздники дневной разворот продолжаем подводим подвели уже да получать вели по большому счету поговорили о жкх и индустрии киноиндустрии вот и переходим к другой теме как ты в начале в самом начале разворота сказал да после завтра новый год вот эти дни предновогодние возвращаюсь вечером домой слышу разрывы петард кто-то активно запускает уже фейерверки по вечерам все это создает дополнительные какие-то риски ну что будет происходить непосредственно в новогоднюю ночь в областном центре я думаю все прекрасно знают очень активно до самого утра у нас сегодня я видела новость у коллег о том что пострадал 12-летний мальчик это новость есть на нашем сайте кировград.ру да 12-летний мальчик петарду в руках я так понимаю он взорвал да да с ожогами его господи пришлось доставлять в центр травматологии ортопедии нейрохирургии ожоги ребенок получил и такие новости да это нередко к сожалению каждый год поступают в новогодние праздники накануне есть действительно трагичные случаи если на том же ютюбе например набрать петарда попала в окно или в здание ой помнишь у нас же были такие случаи когда с театральной площади в здании университета даже у нас залетал этот снаряд пиротехнический по моему пожар там в итоге но это было давненько вот я видела брат у меня лично присутствовал в ситуации когда вот эта вот ракетница коробка с пиротехникой перевернулась во время залпов и вот эти все ракетницы начали вылетать не вертикально а горизонтально вот с этой же в беспорядочной траектории да беспорядочной траектории вот с этой же самой силой скоростью с которой они вылетают вверх вот эта штука начала крутиться вертеться и разбрасывать эти залпы в разные стороны так как там была толпа людей которые в этот момент наблюдала вот за этим салютом ну вот только по большой удачи никого не за дело и точек продажи пиротехнических изделий традиционно перед новым годом в кирове стало больше как правило это небольшие такие заведения не знаю фургончики или каких назвать будочки киоски буквально в каждом районе города можно встретить александр ракитин с нами на связи старший инспектор отдела информации и связи с общественностью главного управления мчс россии по кировской области александр добрый день добрый день уважаемая студия добрый день уважаемая радио слушать да александр здравствуйте мы здесь ведущие дарья я владимир тоже какие родители в том числе да заинтересованы в том чтобы новогодний год новый год простите новогодние праздники прошли безопасно и по городу сейчас можно видеть постоянно гуляющих детей и подростков которые взрывают петарды сразу же задаешься вопросом а как вообще они приобрели эти петарды потому что по закону у нас до 16 лет их не продают правда ведь ну не должны по крайней мере продавать да 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 так он и есть существует возрастной ценз на покупку пиротехники но продавец то есть не продавец а производитель вправе этот возраст менять либо в меньшую либо в большую сторону это на упаковке дал выказывается или что это как да 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 конечно на упаковке указано что существует возрастной ценз на покупку не менее 16 лет должно быть ребенку чтобы он мог купить данную продукцию пиротехническую ну хорошо раз уж это такой атрибут празднования нового года давайте еще раз напомним всем нам правила приобретения пиротехнических изделий на что нужно обращать внимание если вообще какие-то требования по качеству да может быть какие-то госты стандарты еще конечно конечно есть такие требования они у нас отражены именно требования пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий они отражены в постановлении правительства российской федерации номер 1052 при покупке пиротехнического изделия нужно его именно приобретать специализированном магазине это самое главное в первую очередь при покупке необходимо ознакомиться с инструкцией по ее применению и конечно же с секретами соответственно данную пиротехнической продукции в обязательном порядке обратить внимание на срок годности данного изделия чтобы срок годности не был истекший в самой инструкции должны быть отражены все важные факты использования этой пиротехники все аспекты с этой инструкции вас продавец обязан ознакомить консультант который будет продавать по запросу должен ознакомить или все-таки прямо в обязательном порядке там стоит в обязательном порядке это требование отражено как раз так и в постановлении правительства российской федерации то есть продавец консультант обязан ознакомить покупателя с данным изделием и разъяснить именно особенности использования именно того изделия которое он приобретает и правила его хранения самой инструкции по эксплуатации указаны все характеристики изделия способы правила его применения и самое важное там указан радиус опасной зоны который зависит в том числе от скорости ветра чем больше скорость ветра тем больше ограничений по использованию пиротехники в том числе в инструкции это указана скорость точнее высота вылета самого пиротехнического заряда после покупки пиротехнику конечно же необходимо правильно хранить хранится она должна в недоступном для детей и животных месте в каком-то темном сухом помещении на расстоянии не менее полуметра от нагревательных приборов систем отопления ну и при покупке нужно обратить что на коробке именно саму пиротехнического изделия не было каких-либо следов механических повреждений это может сигнализировать о том что пиротехника может быть неисправна ой слушайте а я знаю такие случаи когда ну по каким-то причинам пиротехника намокла да ну или человек который купил ее считает что она намокла и вот для того чтобы ее потом успешно запустить ее надо подсушить положу-ка я ее на батарею насколько она действует безопасно в этом случае нет конечно же это недопустимо нельзя использовать изделия с истекшим сроком годности какими-либо повреждениями а тем более сушить намокшую пиротехнику на батареях или обогревателях это просто недопустимо это в том числе отражено в требованиях правил противопожарного режима в российской федерации есть четкий пункт по этому поводу как часто проходят проверки до вот этих магазинов которые мы уже упоминали часто ли бывают нарушения какие-то выявляются при продаже естественно в преддверии новогодних праздников начинается определенная кампания по выявлению таких мест продажи реализации пиротехники на данный момент у нас на территории области было выявлено более восьмидесяти таких точек продажи пиротехники в них проведены определенные профилактические мероприятия профилактические визиты проведен осмотр помещений даны рекомендации по устранению нарушений если где они где-то они были но в основном нарушений нет именно по реализации пиротехнических изделий у всех распространителей и то есть имеется и документация и все находится в должном состоянии пожарной безопасности ну а все-таки нарушений говорить практически нет но к чему все-таки можно предъявить претензии и предъявлялись уже они ну при именно при реализации обращается внимание в основном на хранение правильной пиротехники и конечно же соответствие технической документации то есть это сертификаты соответствия на каждую продукцию и в том числе срок годности естественно смотрим у нас несколько лет назад принимались новые правила да если насколько помню по продаже пиротехники если это торговый центр что не выше второго этажа вот что-то такое да было такое да александр да да так она и и но сейчас в основном пиротехнику у нас продается ну по крайней мере на территории областного центра это небольшие отдельно стоящие небольшие заведения да 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 в основном да такие сейчас точки реализации да это все разрешено они в рамках правого поля работают да 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 конечно вот давайте картину с точки зрения специалиста мчс рассмотрим где у нас обычно на новый год запускаются римские свечи петарда и так далее фейерверки то есть это двор как правило да двор где-то ближе ближе к дороге проезжей части да рядом с домом насколько это правомерно можно это делать дворы разные бывают где-то больше где-то меньше где-то не знаю там расстояние от окон но она вообще вот минимальное но все равно люди запускают да вот давайте сейчас расскажу вам тогда про как раз про радиус опасной да да это самое важное при использовании как раз от пиротехнических изделий допустим батареи салютов римские свечи они у нас относятся к третьему классу опасности большим радиусом опасной зоны он составляет более 20 метров в основном именно используют летающие фейерверки то есть как раз таки которые сказал фейерверк он конечно должен приносить приятные эмоции после запуска и если в неумелых руках его использовать неправильно применять то конечно это может закончиться все немножко плачевно по применению пиротехники действительно допускает ее иногда рядом с живыми домами таким образом что могут даже заряды попадать искры от зарядов в окнах то есть это действительно недопустимо радиус опасной зоны он должен выдерживаться в обязательном порядке в этом радиусе опасной зоны ни в коем случае не должно быть ни зданий не припаркованных автомобилей линии электропередачи даже ветвей деревьев к сожалению действительно в условиях города и плотной застройки найти такую площадку достаточно проблематично да трудно но в любом случае это нельзя делать рядом с жилыми домами да в первую очередь да радиус зоны должен быть выдержан опасный вот то есть именно в этой опасной зоне ни в коем случае не должны быть домов а что касается в том числе людей конечно в том числе а что касается правил использования вот этих маленьких петард они разные бывают да там с большим зарядом с меньшим зарядом вернемся к тому с чего начали активные ими школьники пользуются под ноги дождите подростки по под ноги до бросают прохожим да у нас пиротехника делится на несколько типов получается обычная пиротехнические маленькие петарды они относятся к первому типу и ко второму типу соответственно тоже радиус опасной зоны существует у них небольшой но его в основном используют дети действительно они попадают в зону риска как раз от безответственного использования этих пиротехнических изделий родителям конечно же необходимо обратить пристальное внимание на беседу с ребенком чтобы праздник не закончился трагедией в результате их каких-то несмысленных действий и игры с пиротехническими изделиями а есть какая-то вообще ответственность для родителей в случае если ребятишки ну так бесконтрольно бегают по улице по двору и куда попало эти петарды бросают ну если эти действия повлекли за собой ущерб какой-то да 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 ущерб третьим лицам то конечно же да тут у нас наступает ответственность по части 1 статьи 20.4 предусмотрена административная ответственность в виде штрафа уже от 5000 рублей на случай пожара александр кроме пиротехники вот со стороны спасателей какие еще можно выделить новогодние места скажем тогда то есть где обычно с чем обычно бывают проблемы еще ну про пиротехнику еще разрешите еще не может главное это правильно запустить пиротехнические изделия выбрать площадку с учетом опасной радиусы зоны перед запуском обязательно вот либо римская свеча либо батарея салютов его нужно плотно поставить снег чтобы ограничить его смещение по сторонам чтобы сам пиротехнический заряд он не не начал стрелять куда-то в сторону он должен быть направлен строго вертикально вверх от этого как раз у нас радиус опасной зоны и зависит то есть если пиротехнические изделия куда-то сдвинется значит радиус опасной зоны у нас двинется в том же самом направлении фейерверк использовать только на улице то есть пиротехнику в помещениях на крышах и балконах недопустимо использовать а также погодные условия которых я говорил не позволяет могут не позволять обеспечивать безопасность при их использовании при скорости ветра допустим более 10 метров в секунду уже запуск перетехнике категорически запрещен с рук не использовать перетехнику конечно кроме комнатных лапушек и бенгальских огней и про бенгальские огни огни разрешите остановиться совсем чуть-чуть это действительно незаменимый атрибут нового года но он за собой несет тоже достаточно высокую температуру на уровне стержня при поджигании можно запросто получить ожог и при его использовании если близко поднести какому-то горючему веществу какому-то горючему материалу то он может воспламениться потому что температуру стержня при порядка тысячи градусов цельсия то есть он может служить к сожалению источником зажигания поэтому мы рекомендуем конечно же бенгальские огни запускать только на улице хоть и они допустимы использование в помещении в общем допускай но будь предельно бдителен да если нужно быть предельно бдительным очень рекомендуем именно их использовать также на улице чтобы было красиво и безопасно в новый год в новогоднюю ночь выдал всем членам семьи по огоньку сгорело собрал все утилизировал желательно промочить это еще под краном да как я обычно делаю на всякий случай если на улице то в снегу да то в снегу да про гирлянды мы еще хотели да 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 вот кроме техники да потому что гирлянда тоже активно очень используется сейчас украшают окна детские комнаты идешь вечером по городу и прям во многих окнах это все можно видеть самые разнообразные гирлянды целую ночь бывает они работают горятся насколько это безопасно или небезопасно дайте пожалуйста рекомендацию ну в первую очередь нужно помнить что гирлянда электрическая это электротехническая продукция которую необходимо приобретать также специализированных магазинах она подлежит обязательной сертификации соответствие наличие инструкции также обязательно по ее без безопасной эксплуатации и в первую очередь человек приобретая гирлянду он должен понимать где он ее хочет использовать то есть это улица или помещение эта информация также отображена и в инструкции по ее применению перед использованием гирлянды необходимо убедиться в ее исправности и целостности защитной изоляции проводов это даже тем более касается те гирлянд которые долгое время допустим с прошлого нового года находились в неотапливаемых помещениях на балконах или в гаражах и вот к сожалению нас электрические гирлянды бывает могут послужить причиной пожара последний пожар такой у нас произошел вечером 31 декабря прошлого года тогда на том пожаре в квартире у нас звеньями газа за газа дымозащитников были эвакуированы три человека пострадавших не было а вот в девятнадцатом году к сожалению пожар привел гибели двух человек именно по причине короткого замыкания в электрической гирляндии до оставлять ее вот включены как дадали без присмотра тем более на ночь это просто недопустимо данные требования как раз таки регламентированы в правилах противопожарного режима в российской федерации это тоже предусмотрена административная ответственность за использование гирлянд без без присмотра то есть оставление их на ночь просто недопустимо в общем гирлянда насколько бы она красивой не было это все равно электрический прибор и любой электрический прибор должен находиться под контролем да именно так да можно было видеть работает он не работает а скажите кстати я вот своих детей журю за то что они пытаются самостоятельно гирлянды включать я говорю попросите папу попросите маму мы собственно в розетку это все дело заведем это абсолютно правильно поступаем правильно родители поступают так что с электро в общем общее правило обращение с электроприборами тут многое много значения имеет спасибо спасибо большое алексей ракетин старший александр ой александр ракетин старший инспектор отдела информации связи с общественностью главного управления мчс россии по кировской области остается у нас 6 минут до конца уже последнего в этом году да получается мином разворота мы хотели бы связаться с представителем гибддм потому что всем понимаем что праздники особенно новогодние праздники вы у нас не обходятся без покатушек ну да знаешь вот эти вот покатушки в принципе ты ездишь ночью ну или поздно вечером по городу на автомобиле за рулем да да нет давненько такого не было вот просто разница безумная когда едешь днем и когда едешь вот вечером ночью то есть вот ночью я если честно я даже проезжая на зеленый я смотрю по бокам чтобы не дай бог тебе кто-нибудь в бок не влетел это перед новым годом такая ситуация или она вне зависимости от времени вне зависимости от времени мне просто страшно представить что бывают там какие-то новогодние ночи вот следующие после нового года дни мы приветствуем в нашем эфире мария шиляева начальника отдела управления гибдд омвд россии по кировской области мария здравствуйте здравствуйте да спасибо что вышли на связь мы прекрасно понимаем что в предстоящие новогодние праздники у полицейских у сотрудников гибдд будет больше работы нужно внимательнее следить увы за нерадивыми водителями такие имеются которые позволяют себе сесть за руль до в состоянии опьянения еще одна у нас зимняя фишка позвольте такие назову это попытки прокатить например на тюбинге да прицепленном к автомобилю кого-то там ребенка и так далее вот давайте сейчас в течение нескольких минут напомним участникам дорожного движения о том что хорошо а что плохо ну к сожалению конец декабря всегда бывает достаточно напряженной с точки зрения безопасности дорожного движения и количество автомобильных аварий в конце декабря возрастает это конечно связано с тем что очень много людей едет в областной центр за подарками на какие-то развлекательные мероприятия связано с тем что увеличивается интенсивность движения как на загородных красок так и в областном центре и к сожалению многие водители забывают о соблюдении безопасности забывает о соблюдении скоростного режима правил маневрирования что приводит к автомобильным авариям в этой связи хотелось бы обратить внимание всех водителей что в первую очередь нужно соблюдать оптимально скоростной режим который позволял бы держать транспортное средство под постоянным контролем все мы знаем что оптимально скоростной режим зависит у нас в том числе или в первую очередь даже наверное лучше так сказать от погодных и дорожных условиях к сожалению погодных сюрпризов у нас достаточно много в декабре это и дождь это и метели и снегопады и смена температурного режима с плюсом имеют все это приводит конечно же к сложению ситуации на дороге поэтому в первую очередь соблюдаем оптимальный скоростной режим далее уделяем внимание правилам маневрирования любой маневр должен быть безопасен и должен быть оправдан то есть при выезде с прилегающих территорий необходимо обращать внимание на двигающиеся транспортные средства по главной дороге при выезде второстепенной дороги при проезде перекрестков ну и конечно большое внимание нужно уделять обгону правилам обгона и достаточно сложный маневр и прежде чем его совершать нужно убедиться что он действительно безопасен конечно же как вы проговорили напомню о недопустимости управления транспортном состоянии оптимения за данное нарушение у нас предусмотрено наказание где штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет я думаю что не стоит омрачать праздники такими неприятными ситуациями на дороге нужно пользоваться услугами такси или гулять пешком так скажем вот ну и конечно же очень много семей у нас отправляет вместе с детьми на различные мероприятия поэтому еще раз напоминаю что дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и находиться в детских удерживающих устройствах также впрочем как и водители и подожили неважно едут они на переднем сиденье или на заднем сиденье они тоже должно быть пристегнуты ремнями безопасности мария смотрите а вот сама новогодняя ночь да это какое-то усиленное дежурство или с учетом того что ну людей в принципе должно бы на улицах быть меньше наоборот меньше сотрудников гибдд выходит на опыту прошлых лет нет конечно же сотрудники госавтоинспекции все вот предновогодние дни и начала нового года они будут вести службу в усиленном режиме и они ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения если вы сами попали в какую-то затруднительную ситуацию вы всегда можете обратиться к ближайшему наряду дпс или позвонить по телефону 112 02 или в кирове 58 88 88 это дежурная часть конечно же полицейские не оставят вас без внимания и в любой сложной ситуации но по опыту могу сказать что на вот 31 числа 30 31 это пик транспортной нагрузки бывает да прям практически до 12 часов ночи 31 далее уже в утренние часы 1 пик спадает и 1 числа бывает такое небольшое затишье 2 числа люди снова активизируются и опять начинают путешествовать ездить и опять решение достаточно интенсивно и по улицам областного центра и по улицам регионов по дорогам региона в целом больше ли вот пьяных именно водителей выявляется в эти дни мы можем сказать что больше именно в это время то есть любые праздничные дни это все равно к сожалению водители которые позволяют себе съесть здоровье состояние пьянения но то что их больше именно новогодние праздники такого мы сказать не можем но в целом практически нас каждый день сотрудники госавтоинспекции кировской области задерживают водители которые позволили себе съесть здоровье состояние пьянения да мария у нас еще есть минутка давайте все-таки вот предостережем до родителей взрослых о том чтобы не катались с помощью транспортного средства своих детей на каких-либо зимних средствах передвижения об этом тоже да родителям нужно подумать вообще в принципе в новогодние каникулы каждый родитель должен знать где находится его ребенок то есть первую очередь проверить безопасный маршрут передвижения до горок посмотреть безопасно ли эти горки и не выходят ли они не случайно на проезжую часть далее обязательно как уже сказала при переводке детей нужно пристегивать их ремнями безопасности но если вы активно отдыхаете то значит тюбинг должен быть только в тех местах где это отведено но ни в коем случае не с помощью транспорт личных транспортных средств спасибо большое спасибо за этот комментарий мария шиляева начальник отдела управления гибдд управление мвд россии по кировской области была с нами на связи берем на заметку эти рекомендации ну что завершаем сегодняшнюю программу и до встречи уже видимо в следующем году год был непростой как мы принято говорим да в конце декабря многое мы пережили наша радиостанция не осталась исключением выходящим 2022 году но мы все равно надеемся на лучшее на то что на то что будут улучшения да в том числе поздравляю тебя даже с наступающим поздравляю всех наших коллег всех наших коллег из группы компании инмедиа тоже с наступающим 2022 годом знаю 23 даже знаю что впереди много работы много очень важных крутых задач новых да так что будем стараться до встречи в 2023 году дарита пузлива владимир сметанин прощаемся